В Твери больше не будет бумажных проездных. Система льготного проезда изменится с 1 марта. Выдача бумажных носителей прекратится. Какой документ будет введен взамен, а также о способе его оформления, расскажем в сюжете далее. Сейчас льготная категория граждан при оплате проезда в общественном транспорте использует единый социальный проездной документ, проще говоря, ЕСПБ. Традиционно покупает его на почте и выглядит он вот так. Но вот в таком бумажном формате он больше не будет продаваться, причем с 1 марта. С весны такие проездные заменит электронная социальная карта жителя Тверской области. При проезде в транспортном средстве электронную карту необходимо будет приложить к валидатору, либо предъявить водителю или кондуктору-ревизору для проверки и регистрации оплаты проезда. Электронной социальной картой может стать любая действующая у вас банковская карта. Три условия она должна выполнять. Она должна быть системой МИР, она должна быть бесконтактная и она должна быть именная. Если нет такой банковской карты, вам необходимо обратиться в любое отделение Сбербанка, написать заявление на выпуск социальной карты жителей Тверской области и в течение 10 дней вам эту карту изготовят. После чего ее обязательно надо зарегистрировать в Центре социальной защиты населения Тверской области на Склесково, 48. Здесь выделено 14 кабинетов, специалисты которых будут заниматься и занимаются сейчас регистрацией этих электронных карт. В этот же день человек принес карту, мы записали номер и он спокойно пошел. Далее эту карту нужно оплатить. Обращаю внимание, что денежки кладем на карту после того, как ее зарегистрировали у нас. Оплатить поездки в марте нужно в течение февраля. То есть с 1 марта уже все, оплатить будет нельзя. Льгодный проезд с использованием электронных карт предоставляется гражданам при условии оплаты стоимости проезда в размере 302 рублей в месяц, как и было ранее. Оплатить можно будет через офис банка, банкоматы, платежные терминалы, личный онлайн кабинет с помощью мобильного банка. Еще одна возможность карты – предоставление мер поддержки для граждан, в том числе для многодетных семей. Также планируется заключение соглашения с торговыми сетями по предоставлению обладателям карты скидок. Предполагается, что по карте будут предоставляться государственные услуги в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры и транспорта. Учреждения социальной защиты населения Пенсионного фонда России будут перечислять на социальную карту пенсии ежемесячные денежные выплаты, пособия, компенсации и другие социальные выплаты.